Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Очень интересной недели, как вы наверняка уже все заметили. Друзья, сегодня я думал, как назвать этот ролик с учетом того, что произошло накануне. Поскольку у нас был зафиксирован по фондовым секциям вторая приостановка торгов за неделю, да и в принципе мы увидели то катастрофическое снижение, которое последний раз наблюдалось в далеком 1987 году. Интересное наблюдение, друзья, то, что прецеденты однодневного снижения по некоторым региональным площадкам и более того, превосходят даже рекорды с 1987 года. Например, канадский рынок обвалился до минимумов с 1940 года. Я думаю, что если, опять же, по площадкам поискать дополнительную инфу, то мы лишь сможем убедиться в том, что вчера на фондовых площадках были реки крови. И сегодня, опять же, думая над названием, я несколько хотел отойти от каких-то привычных и обыденных фраз падения, историческое падение. И вы знаете, какая меня мысль посетила? Я решил сегодняшний брифинг назвать следующим образом. То, что рынки охвачены пандением. То есть я совместил пандемию и падение. Я думаю, что весьма уместное наблюдение, поскольку все-таки первопричина этих катастрофических распродаж как раз и кроется в распространении коронавирусной инфекции. Друзья, сегодня я предлагаю вкратце, тем более, что вы все прекрасно понимаете, какие новостные поводы являются сейчас локомотивами для того, что происходит. Вы все знаете о тех тенденциях, которые я вам рекомендовал рассматривать в плане торговой активности и как действовать. И мне хочется верить, друзья, то, что вы прислушались к хотя бы части моим рекомендациям и смогли на этом неплохо заработать, потому что то, что происходит на рынке в моменте, это доказательство того, что фундаменталисты, ставящие на долгосрочные ориентиры, получают то, что хотят. И, разумеется, тот расчет, который мы с вами делали ранее, о неизбежности снижения американского фондового рынка, готовились к кризису, допускали, что этот кризис может развернуться по нескольким сценариям. Сейчас все это притворяется в жизнь, друзья. То же самое, опять же, с котировками нефти. Нефть, как еще один актив, который дал нам, инвесторам, сверхприбыль на том, что сейчас происходит. В данный момент котировки Brent находятся на уровне 33,78 доллара за баррель. И, как вы прекрасно понимаете, друзья, поскольку новостной фон у нас не меняется и нет никаких надежд на улучшение фундамента, я рекомендую даже не и думать о том, чтобы купить нефтяной рынок, потому что эта секция финансовой индустрии находится под давлением прежнего катастрофического падения спроса на углеводороды, ну и, разумеется, роста предложения. Вчера также весьма уместное было наблюдение о том, что между молотом и наковальней, между коллапсом спроса и предложения. Мы знаем то, что после развала энергетического пакта страны, ведущие производители, ведущие державы, которые занимаются производством нефти и экспортно ориентированные на поставку углеводородов на международный рынок, сейчас будут увеличивать с 1 апреля добычу. Россия, Саудовская Аравия, мы об этом говорили, Объединенные Арабские Эмираты, друзья, вчера поделились планами о том, что, ну, раз Россия и Саудовская Аравия могут позволить себе выйти на рекордные показатели по нефтепроизводству, чем хуже, поэтому с 1 апреля также ожидается, что Объединенные Арабские Эмираты увеличат производство нефти на 1 миллион баррелей. Саудовская Аравия не останавливается на достигнутом. Но после того, как они сообщили о том, что также увеличивают производство, выходят из-за энергетического пакта, были еще надежды, друзья, на то, что очень скоро пройдет встреча технического комитета, опять же, по гаячим следам того, что произошло ранее, для того, чтобы обсудить, как вообще можно помочь рынку нефти на будущее. Эта встреча должна была состояться 18 марта. И, в принципе, в среду ОПЕК сделали даже официальную рассылку всем потенциальным участникам, но вчерашняя информация, Саудовская Аравия не примет участие в этой встрече, а поскольку на ней не будет Саудовская Аравия, я думаю, что безошибочно можно предположить, что в целом даже встречу технического комитета отменят. Друзья, на рынке нету ничего, что могло бы сейчас помочь котировкам черного золота. Саудовская Аравия сейчас будет пытаться заместить российский ЮРЛС для европейских партнеров своим ассортом. И, в принципе, у них все для этого есть, потому что, как вы знаете, еще несколько дней назад они анонсировали максимально возможный дисконт для поставок углеводородов. И, фактически, европейские страны могут покупать ближнюю восточную нефть, с учетом этой скидки у Саудовской Аравии по цене чуть ли не ниже, ну, либо в районе 25 долларов за баррель. Вопрос, почему России, собственно, не снизить, например, цену до 24-23 долларов за баррель. Но, друзья, не все так просто. Для того, чтобы, опять же, говорить о возможной цене для России, нужно соотносить это с бюджетными правилами, с тем показателем рублевой стоимости барреля, который закалывался в бюджет Российской Федерации. Ну, в сухом остатке, друзья, если бы Россия сейчас снизила экспортную цену до уровня 24-23 доллара за баррель, то курс рубля на российском рынке уже давно перевалил бы за 120 рублей за доллар. Все вы прекрасно знаете, каким последствиям может привести ослабление рубля для экономики. Если не знаете, друзья, то буквально сегодня я запишу ролик о последствиях для российской экономики, того, в принципе, что происходит. Выложим его и для общего информирования, повышения финансовой грамотности. Я думаю, что точно найдете время, чтобы с ним познакомиться. Доллар иена 105.79. Друзья, мы ждем беспрецедентное снижение процентной ставки уже, наверное, не только на следующем заседании, которое состоится 17 марта. Но я допускаю, что будут даже попытки как бы и в неочередном заседании продавить это решение. Прецедент уже был не так давно от Федрезерва. А Трамп очень активно катекует действия Паула буквально накануне. Он в буквальном смысле, друзья, попросил министра финансов Мнучина надавить на Паула. Мнучин предложил ранее кандидатуру Паула на должности Федрезерва, руководителя Федрезерва. Но мы все прекрасно понимаем, что американский регулятор является независимым институтом. Поэтому, в принципе, Джером Паул может не согласовывать свои решения с позицией Трампа. Но я надеюсь, что все-таки Паул прислушается к потребностям рынка. И эти потребности сейчас заключаются в том, чтобы ставку необходимо было бы сбросить до нулевой отметки. Друзья, если это решение последует, то есть снижение ставки на 100 базисных пунктов, я считаю, что доллар ждет в затяжной опеке серьезное ослабление. Поэтому к этому я вас готовлю. Сейчас котировки по доллару и иене 105.79 на фоне повышенного спроса на защиту, на иену. И ожидания сверхагрессивного стимулирования посредством снижения процветной ставки. Опять же, и перезапуск программы количественного смягчения с некоторых пор у пары есть все, чтобы вернуться в район сотки. Золото 1586. Ориентируемся на движение в район 1700-1800. Друзья, текущие уровни прекрасны для того, чтобы долгосрочно заходить в сделку. Евро против доллара 1.12. Вчерашнее решение Европейского Центрального Банка разочаровали. Ставки так и не снизили. Но единственное, что перезапустили программу ТЛТРО, это программа долгосрочного рефинансирования. Также снизили требования к капиталу для коммерческих банков. В принципе, то же самое, что за день до этого сделала и Банка Англии. И анонсировали увеличение программы количественного смягчения до конца года на 120 миллиардов евро. Это мало, друзья. Соответственно, распродажи европейской валюты были недолгими. И поскольку сейчас евро держится бодряком, мы ожидаем снижения курса доллара. Я думаю, что нужно искать уровни для дальнейшей покупки европейской валюты. Я уверен, что в понедельник я эти уровни вам предложу. Фунт против доллара 1.25.45. Предлагаю здесь сделку селл-стоп с уровнем 1.25.20. Поскольку уже через неделю фактически состоится заседание Банка Англии. И я рассчитываю, что на нем британский регулятор может перезапустить программу количественного смягчения. Это, скорее всего, ослабит курсы британской валюты. Доллар канадец. Мы уже достигли цели, друзья. 1.3867. Перед выходными я предлагаю уже выходить из сделки и радоваться профиту. Также у нас профит по австралийцу. Текущие котировки 0.6308. И что касается американского фондового рынка. Я надеюсь, вы сейчас уже тоже с очень хорошим, имеете дело, приростом по депозиту. Потому что коррекция от максимумов, например, по S&P, это была отметка 3400, уже составляет 30%. Но я думаю, что у рынка есть возможность просесть на 50%, как и говорил ранее. Поэтому цель по S&P 2000 пунктов. Ждем. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok